Всем привет! И это еще одно видео по новой новинке, новой новинке BSE T8 С новым мотором, новой геометрией рамы и всяким таким прочим Почему это видео выходит? А все из-за вас! Вы пишите в комментариях, что Даня поменял руль, Даня поменял ловушку цепи Представляете, ловушку цепи поменял, колеса поменял, все Все, что я говорил в том обзоре, в том ролике, абсолютно нерелевантно и непригодно И вообще, вдруг истинный мотоцикл, истинный T8, который попадет на прилавки магазинов, окажется хуже И вообще, вот Собственно, что мы сделали? Мы взяли T8, настоящий, который продается, который продается в продаже Взяли того же самого Даню Комкова, притащили все это на тест-драйв BSE Соединим все вместе, посмотрим, развалится ли этот мотоцикл здесь К сожалению, это все еще не полноценный обзор от меня, потому что времени очень мало Этот тест-драйв BSE, и вообще мне надо сделать какой-то ролик про этот тест-драйв, про это мероприятие Поэтому я не смогу много на нем покататься Но, пока я тут работаю-работу, Даня на нем попрыгает, поскачет Посмотрим, что с ним станет Я застегнусь, пожалуй Хотел всем показывать надпись BSE, чтобы вы знали, помнили, что BSE топ Но, черт побери, холодно Поэтому на монтаже попрошу добавить сюда надпись BSE По-моему, сцепление капец Я, конечно, не эксперт Но, по-моему, Даня шел к сцеплению в этой игре иди Друзья, всем привет Я думаю, вы уже посмотрели наш отчетный ролик с тест-драйва в Петро Удальнем Я вам предугадываю этот вопрос, но этот вопрос интересует всех Почему же все-таки мой единичный выезд на стоковом, максимально стоковом BSE T8, прямо вот из коробки Я сжег сцепление Во-первых, вы видели, какие там были условия Я ездил примерно полчаса То есть мы делали несколько прогонов, чтобы поймать максимально красивые кадры для вас И просто тяжелый песок, лужи, грязь и так далее и тому подобное Плюс я еще сам дурачок Я сделал свободный ход минимальный Соответственно, когда склейн начал нагреваться, тросик начал натягиваться И оно начало сначала буксовать То есть сначала мопед ты ехал То есть ехал, ехал, ехал Я сам его, можно сказать, добил Соответственно, он ехал, ехал В итоге перегревел сцепление Плюс, я думаю, там было залить стандартное масло Как бы масло тоже играет огромную роль Когда вам приходит мотоцикл Это совет на будущее Сразу же протягивайте его Промажьте подшипники, поменяйте масло Это не будет лишним ни в коем случае Соответственно, стандартное масло Которое вообще считается транспортировочным Плюс моя дурная голова Свободный ход И сцепление, да, я его поджег И как бы произошло то, что произошло Второй вопрос Все-таки, почему же мы поменяли мне сцепление На мой БСЕ-Т8? Во-первых, это вынужденная мера Потому что на тот момент еще не было запчастей Сейчас они уже, по-моему, появились И просто, чтобы я мог между гонок Если что, перейти до сцепления Мне поставили в сцепление, если не ошибаюсь БСЕ-З-11 Потому что оно там взаимозаменяемое По сути, это никакой не усиленной сцеплением Не тюнинг, не что-то такое подобное Это такое же стандартное китайское сцепление Которое у меня живет на гонках Я на этом сцеплении проехал в Геленджик На этом сцеплении я проехал в Ушли Велочок Где был огромный кусок болота Где просто Мотикопит работал в отсечку Уже проехал Мотокросс в Васильевском И дальше буду ездить, ездить и ездить У меня еще много гоноков по плану Так что не думайте, что мы там поставили Какое-то, я не знаю, от КТМа, от Ямахи, грубо говоря Это точно такое же стандартное китайское сцепление И сейчас, почему у меня такая красивая стенка за мной Во-первых, вот висит мой номер Вот этот Это наша лучшая школа в Карладском Да, у нас здесь немножко есть красивенького Так что если кому-то будет интересно позаниматься с нами С хорошими тренирами То, пожалуйста, обращайтесь И еще добавлю лично от себя Я знаю то, что вы писали у Марка У нашего оператора Под его обзором Который мы снимали Ох, драки, наверное, на БС-Т-8 То, что Даня там все переменял Это уже не Мотик, а не понятно что Как в сказке, да, Редуан, ты сын, ты дочь Ребята, нет Я вот прям Можно пересчитать по пальцу, что я перестал Давайте читать Руль Поставил свой Это, да, стандартный руль от Husqvarna Протейпер Почему его поставил? Потому что У меня обламывались КТМовские стандартные руль У меня обламывались стандартные руль На Husqvarna И Во-первых, удобен этот загиб И просто, что буду Как бы Бережу на умок, бережу Второе, что я поменял Это колеса Почему я их поменял? Потому что Именно вот эти красные колеса Которые сейчас у меня стоят Они у меня пережили весь тот сезон 75 часов, по-моему, если не ошибаюсь У меня сзади Поменены спицы на более толстые Это тоже лично мой закон Как бы Были у меня случаи Моей Наверное, можно назвать Карьере Просто, потому что Ну, реально, колеса их пережили Они ровные Ни восьмерки, ни яйца Ничего нету Они ровные, красивые И просто поменял И еще Что я поменял Это, по-моему Ловушку цепи Тоже Почему я ее переставил Как бы Ладно, можно там Говорить про руль Про колеса Или еще что-то Ребята, ловушку цепи Это просто Опять же Бережу на умок, бережет Вот у меня на Z8 В том году Я ее погнул В Генжике Погнул и саму ловушку И ее крепление И эти крепления Я очень долго выпрямлял И чтобы у меня здесь такого не было Я сразу Z8 Переставил эту ловушку Потому что она пластиковая Все, она немножко деформируется Но не сильно гнется И она не ломается По сути Это вроде как все, что я сделал Подвеска стандартная Мотор стандартный Сцепление Сцепление стандартное По сути всего Это тот же самый мотоцикл С моими доработками Это сделано Потому что я захотел Как бы вот у нас есть Яркий представитель Мой друг из команды Гитары Столпер Который гоняет На лютом стандарте Просто прям Сток, который он есть Ездит Все С ним ничего не происходит Я просто захотел Переделал Благо есть такая возможность Вам тоже никто не запрещает Тюнинговать Что-то менять В своих мотоциклах Чтобы вам было удобно Когда человеку удобно Он и от езды больше кайфу Еле затянул Сцепление грустно Но подвеска мне очень нравится Прям комфортно ехать И ощущение от управления Все-таки О, на темпе Сцепление умерло Совсем Даня ушатал Просто Он там так жарил На этом пряке Я в шоке Как этот мотоцикл выживал Вообще Ну Не переключает? Не, переключает Просто буксует Сильно Вот смотри Полный газ Ну что я точно чувствую Реально Я когда первые 5 минут ездил Я не ощущал Разницы Да Вот то, что Даня говорит Геометрия рамы Там что-то Как-то он управляется А на самом деле Реально Z и T Прям совсем разные вещи Надо кататься Кто выбирает Пробуйте Обязательно Потому что Мотоциклы разные Реально Вношу Поправочку Я все-таки Сегодня успел Покататься на этом мотоцикле Правда после Дани И К сожалению Уже без сцепления Даня Покатался Очень-то конкретно Тут сейчас Дождь льет Здесь грязь Здесь очень жестко Подъемы туда-сюда Даня лупил Как в последний раз Ну все-таки Мотокросс в крови Тут ничего не поделать И сцепление таки сгорело Но все остальное Колеса Мотоцикл Рама Ручки Рули Фары Пластик Все что угодно Все целое Кроме сцепления По поводу Тех же самых колес Да конечно Вы можете Вы можете Возразить Что Это такая вещь Которая проверяется Временем То есть Нельзя сказать После двух поездок Что там Колеса хорошие Или плохие Но все-таки Если вы возьмете Например тот же там СССР ДНА И прокатитесь на нем Так как жарит Даня Я не уверен Что он выдержит Реально Даже там Эти несколько кругов Этот мотоцикл Выдерживает На нем Можно реально Давать газу На нем Можно показывать шоу Можно прыгать И все будет хорошо Он все выдерживает Ну вы сами видите Как Даня гоняет Что касается меня До сих пор Кстати шуршит Вентилятор Жарко ему Реально В отсечку столько долбил И кстати Мотор тоже не рассыпался Что касается меня Я в этот раз Прокатившись чуть больше Чем в прошлый раз 5 метров Все-таки почувствовал Разницу между Z И снова настоятельно Рекомендую Людям выбирающим Между Z и T Приехать на какой-то Тест драйв Типа этого И прокатиться на Двух этих разных мотоциклов Потому что они все-таки Оказались действительно разными Рулиться по-другому Посадка Стойка Все вот это вот Другое И честно говоря Ну на первый взгляд На этом мотоцикле Мне больше понравилось Сидеть и рулить Все-таки как-то Комфортнее чем Z И M серия Мне очень нравится То есть я бы На самом деле Z рассматривал Ну лично для себя Каждый должен попробовать Но я бы Z Наверное Для себя Рассматривал в последнюю очередь Мне больше всего понравились T и M Как можно понять По моему выбору С M8 Хотя T-шек тогда не было Но по-прежнему Геометрия вот этой Хондовской рамы Посадка Мне там очень нравится И T-рама Мне очень нравится Так что Третий или четвертый Или пятый раз повторюсь Берете, сравниваете T8 Берете, сравниваете Зетками Запись на тест-драйв Бесплатная Все ссылки На всякие BSE На всякие соцсети От начиная От запрещенных И заканчивая легальными Я оставлю В описании под видео Вы можете Всегда найти информацию О том Когда проводится тест-драйв Записаться Попробовать И насладиться Истинным Китайским качеством А, и забыл сказать Обязательно Все-таки полноценный обзор Когда-нибудь свершится Не так покатиться Туда-зад-вперед-лево-право А куда-нибудь конкретно На какую-нибудь покатушку Какую-нибудь гору В общем, как мы это всегда любим Как мы это всегда делаем Но пока что все так Наспех Потому что Тут тест-драйв Там, короче, Даня на гонке Ну, нет нормальной возможности На нем погонять По максимуму Сколько могу информации Вытащить сейчас Столько я ее вытаскиваю И вам Вот сюда В камеру Подаю Все Всем пока